Мы продолжаем говорить о футболе-навестнике Кавказа в студии Гия Саралидзе, ну и вот такой коротенький небольшой небольшая часть нашей программы коротенькая в которой хотелось бы поздравить сборную России по футболу среди юношей не старше 17 лет. Возглавлял эту команду Дмитрий Хамуха, в прошлом замечательный игрок. Больше его знают наверное по игре за армейский клуб, за ЦСКА. Сумел он сделать очень хорошую, боевитую, такую замечательную, задорную команду, которая показала очень хороший футбол. В финале сыграли наши юноши в ничью в основное время 0-0 с итальянцами и по пенальти вырвали победу. Не хочу никого выделять в этой команде. Наверное это еще рано делать, хотя такие звездочки и ребята, которые могут вырасти в хороших больших футболистов безусловно есть. Но хотелось бы похвалить их прежде всего за командный дух, чего очень часто не хватает нашим командам, за то, что боролись до конца, даже когда не в их пользу складывался и матчи, и серии пенальти, за то, что они выложились до конца и принесли эту яркую победу. Чего хотелось бы пожелать этим ребятам? Был у нас уже состав юношеский, который выиграл чемпионат Европы. К сожалению, из того состава в российском чемпионате, в российской премьер-лиге не заиграл ни один из тех ребят, хотя тоже были талантливые ребята. Непонятно, куда это потом уходит, и невнимание ли это тренеров, или сами ребята перестают к себе относиться профессионально и к своему делу. Не знаю, в этом, наверное, в каждом случае надо разбираться отдельно. Но хотелось бы пожелать нашим чемпионам новоиспеченным Европы, чтобы они помнили, что их путь в футболе только начинается. И еще нужно сделать очень много для того, чтобы действительно сделать карьеру больших хороших футболистов, чтобы заиграть в чемпионате России, в премьер-лиге, в клубах премьер-лиге. Может быть, уехать за границу, и такое случается. Но не останавливаться в своем футбольном развитии. Это, к сожалению, очень часто встречается, когда дело касается наших молодых футболистов. Не хвататься за первопопавшиеся какие-то, даже, может быть, на первый взгляд, выгодные с денежной точки зрения контракты. Все-таки думать прежде всего о своем футбольном росте, а потом уже о деньгах. Я не ханжа и понимаю, что деньги тоже всем нужны, и век футболистов недолг. Но для того, чтобы вырасти в большого футболиста, в хорошего футболиста, нужно прежде всего думать о своей форме, о своем росте футбольном, о том, чтобы стать действительно хорошим, выдающимся футболистом. Все предпосылки у ребят для этого есть. Пожелаем им дальнейших, дальнейшего роста, удачи в футболе, да и не только в футболе и в жизни, но у профессиональных футболистов футбол и жизнь это фактически одно и то же. Надеюсь, что многих из них мы в скором времени увидим уже на полях премьер-лиги российской и будем с удовольствием следить за их карьерным ростом. На этом все. Я с вами прощаюсь. Встретимся, как всегда, на Вестнике Кавказа и обсудим все самое интересное в мире футбола.